В преддверии Дня Героев Отечества в наших информационных выпусках мы продолжаем цикл репортажей, посвященных памяти выдающихся земляков Карачаева-Черкесии, удостойных высоких званий. Урок мужества о доблести Героя Советского Союза Харуна Умаровича Богатырева провели в Третьей школе Карачаевска, которая и носит его имя. Ахмад Халкечев продолжит. Работа в направлении патриотического воспитания в школе, названной именем Героя, организована на довольно высоком уровне. Этому свидетельство рассуждения учащихся о важности исторической памяти, связывающей поколения. Люди, которые тяжелой ценой добыли нашему отечеству великую победу, безоговорочно заслужили вечную память своих благодарных потомков, уверены школьники. Харуна Умарович Богатырева был выдающимся человеком. Он был первым карачаевцем, который был удостоен звания Героя Советского Союза. Несмотря на все его ранения, тяжелую судьбу, именно на фронте он продолжал воевать и старался достать нам победу, за что мы сейчас ему безумно благодарны. У нас чистое небо над головой, и это его заслуга, заслуга всех героев, которые были во время Великой Отечественной войны. Харуна Умарович Богатырев был заместителем командира танковой бригады 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. За свои порой невероятные подвиги, помимо Золотой Звезды Героя, был награжден Орденом Ленина, Тремя Орденами Красного Знамени и Орденами Александра Невского Отечественной войны, Красной Звезды и многочисленными медалями. Любой гражданин должен почитать своих героев, так как именно благодаря ним они живут в нынешнем нашем мире, они должны почитать их подвиги, изучать биографию их, чисто чтобы даже уважать себя, каждый гражданин должен быть начитанным, знать историю своей страны. Эмиля Казеева продекламировала стихотворение об отважном нашем земляке. В эпиграмме Азамата Суенчева описывается момент, когда легендарный гвардии полковник все же не сумел сдержать накатившую мужскую слезу. Ну а причиной проявления сентиментальности стало письмо матери Харуна Умаровича, находившейся со всем карачаевским народом в то время в ссылке в Средней Азии. Все удивились, когда увидели его в слезах, потому что до этого никогда такого не было. Слова матери тоже принесли ему печаль, но он не сдался и не ушел. В феврале этого года в третьей школе Карачаевска была открыта еще и именная парта гвардии полковника Харуна Умаровича Боготурева. Огромное желание сидеть за особенной партой присутствует у всех учащихся. Но для того, чтобы удостоиться этой чести, школьник обязан соответствовать ряду требований. И это не только хорошая успеваемость, рассказывает учитель истории и общесоздания Асиад Байрамукова. Допустим, ребенок не потянул математику, то не получилось у него пять. Но характер у него тот, который нам нужен. Он честный, не огрызается, воспитывает, почитает родителей, почитает старших, защищает младших. Почему нельзя ему дать возможность? В нем же эти качества должны быть не только отличникам, но и какие-то человеческие качества. Почему бы нельзя такому ребенку здесь? Ну, то есть желательно, чтобы каждую неделю. Каждую неделю? Да. Чтобы у остальных был стимул. Помимо героической судьбы Харуна Богатырева, детей здесь знакомят с именами и остальных наших легендарных земляков. Предать забвению память о героях нашего Отечества сродни предательству, уверены педагоги и учащиеся этой школы. А еще знать историю, необходимую для того, чтобы избежать повторения ее трагических страниц, уверены они. Ахмат Калкичев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.